Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Абокин Александр. Я рад приветствовать вас на моем YouTube-канале. Я врач-стоматолог из Москвы. Сегодня у нас еще одно дорожное включение, запись, которую я хотел бы посвятить такому вопросу, как продолжение серии публикаций видео про работу врачей-стоматологов в своей собственной частной практике, работа на аренде врача-стоматологов. Мы поговорили в предыдущих публикациях и серьезно, и немножечко юристически. Поговорили о том, что надо держать склад, расходка. Это очень-очень важно. У нас очень инструментальная профессия, в которой ты ничего не можешь сделать без каких-то реагентов, медикаментов. А сегодняшний момент я хотел бы поговорить немножечко о инструментальном подходе. Я буду исходить из ситуации, когда молодой врач планирует заканчивать, там, будущий молодой врач, заканчивать институт или ординатуру. Вот он, значит, выпускается оттуда, из института, и, по сути, как бы предоставлен сам себе. Чаще всего какой вопрос? Ему нужно запланировать устройство на работу, начало размыкания вот этого непреодолимого замкнутого круга. Нет пациентов, потому что нет опыта, нет опыта, значит, потому что нет портфолио, портфолио нет, потому что нет пациентов, потому что нет опыта и портфолио. Значит, вот он, значит, решает что-то начать делать. Стратегия закупок инструментальной части под... Вот, значит, он что-то начинает делать. Нужно при выборе места вашей практики, куда вы устраиваетесь, как бы, на работу. Если вас туда устраивают на работу, на ставку, на полставки, значит, вы должны проинспектировать машины. На каких машинах вы будете работать? Что может быть в кабинете? Просто кресло с томатологической установкой. Может быть, кресло, в которое бывает, тогда встроенный ультразвуковой скейлер, это уже лучше, неплохо. Вот, значит, надо посмотреть, что. Там может быть несколько вариантов. Либо Китай, очень часто встречающаяся опция, либо уже тогда что-то посерьезнее, например, ЕМС или стилег. Значит, вот это срочно надо выяснить первым делом, что у вас будет в машине. Значит, если ничего нет в машине, то вы должны для себя определить ваш профессиональный путь. Это тесно коррелирует с тем, что вы будете закупать. Как вариант, то, что вы можете делать безопасно для себя, для пациента. Гигиена. Вас этому учили. У вас был предмет профилактика стоматозаболеваний. Отлично. Значит, давайте начнем с того, что мы будем пациентам делать профессиональную гигиену. Если это клиника, ориентированная на работу врачей на аренде, подойдите к администратору, посмотрите, какая запись по креслам, кто в какие смены приходит. Уделите этому время. Познакомьтесь с вашими коллегами. Ну, как бы, человек человеку волк. Не все вообще, как бы, друг с другом хотят работать. Не все друг другу приятны. Это абсолютно нормально. Вычленьте тех врачей, кто вам приятен, у кого хорошая запись. И предложите ему помощь. Скажите, слушайте, я занимаюсь вот сейчас пока на начальном этапе. Буду заниматься профгигиеной. Реферируйте мне ваших пациентов. Я буду арендовать соседний кабинет. Буду, могу делать для вас профгигиену. Врачи, кто серьезно уже работает, большой стаж, хорошая плотная запись, их это очень здорово разгрузит. Вот, значит, поработав на гигиене, вы сможете начать уже, как бы, потихонечку подходить к терапии. Чтобы выполнять гигиену. Она, в принципе, как бы, конечно, ресурсоемкая, но не космическая. Угловой наконечник. Буду говорить о том, что есть в наличии. Кокса, дистрибьютор Unident. Хорошие наконечники. Пользуюсь сам ими. Ну, как бы, там были у них серьезные лаги с продажами, с сервисом. То есть, можете попасть на какой-нибудь менеджер вообще просто от ас. Убить хочется. Вот, ну, как бы, начальник их него там торгового отдела по брендингу, вот по этим всем. Кокса, он армянин такой. Более-менее отдупляет тему. Значит, ну, бывает у него там сотрудники каких-то новых нанимают. Души свет, выноси святы. Ротационный инструмент в угловой наконечник. Полировки. Здесь вам отлично поможет мой хороший, знакомый, партнер, товарищ Андрей Селицов. По-моему, у него вообще идеальный ассортимент полировок, который вы можете у него купить по хорошей цене и зарядив это все в угловой наконечник кокса, дальше начать с ними работать. Значит, если у вас был в вашем кабинете встроенный скейлер в установку, отлично, значит, вы изучаете, какая марка скейлера, берете под него значит, насадки и ими работаете. Насадочки, значит, для начала вашей гигиены возьмите себе ДТЕ или ЕМС совместимые Майдент 24. Значит, очень крупный дистрибьютор, очень крупное ДЕНТАЛ ДЕПО, позиция по насадкам на ультразвуковые скейлеры у них просто маст хэп. Вы ничего другого себе хорошего такого же пока вначале позволить не сможете, но с большим количеством насадок, то есть, вам нужно помнить, что вам нужна не одна насадка, вам нужны наборы, сеты. Если вам как бы нужно понять, какой сет вы хотите купить, то напишите этот вопрос в комментариях, я вам покажу свои сеты, которые у меня есть по гигиенам из насадок для скейлеров ДТЕ, обсудим, насколько они эффективны, насколько они для вас удобны. Это вот второе. Соответственно, мелкую расходку стаканчики слюноотсосы, фарточки, переднички вам все это дадут, перчатки себе купили сами, вы можете начать полировку ротационными инструментами. И парадокс в том, что хорошая качественная профгигиена это не только ультразвук, это в первую очередь полировка. У вас все для этого есть. Дальше, если вам что-то не хватает, надо уже нацеливаться на приобретение наконечника порошкоструйного для профгигиены. Значит, вот эта вещь уже такая серьезная. Она может быть и дорогая, и дешевая. Ну, лучше, конечно, дорогая, но мы сейчас пока рассмотрим дешевый вариант. Есть на рынке Китай абсолютно вообще такой никакой. Купить их штуки три, они время от времени выходят из строя. И главное их мыть. Вот меньше трех штук их покупать нельзя, потому что за день у вас будет как минимум три пациента пока в обработке. Пока он высохнет, работайте следующим. Вот такая стратегия по профгигиене. Наконечник порошкоструйный, расходку под него, расходка под наконечник порошкоструйный. Мне очень нравятся порошки флавелис. У них тоже есть отечественное, ну, у нас здесь представительство. Очень хороший расходничек, недорогой. Когда немножечко подзаработаете, купите себе ЕМС, будете там посыпать зубы пациентам сахаром, говорить, что это профгигиена. На этом пока остановлюсь, будем дальше разбирать следующее видео по закупкам для терапевта, следующее для хирурга и потом для ортопеда. До встречи, подписывайтесь на мой канал, спонсируйте его, нажимайте кнопочку с колокольчиком, чтобы не пропустить последующие публикации. До свидания.